Давай, надо включать. Да. Дай мне ножницы, пожалуйста. Добрый вечер. Мир вам. С миром. Нормально слышно? Да, вам видно меня? Да, вас хорошо видно. Так, что случилось или что? Не высчитав 6 часов. Ой, у меня со связью что-то тут модем у меня. У меня же модем. Ну я так и подумал, что-то там не ладно с электроэнергией, наверное. Да, да, у меня тут были загвоздки. Вот. Ну сейчас вроде все нормально. Ну вон. Маша, ну ладно. Маша тут привет передает. Привет. У вас сильный свет падает, размытое так, в лесу. Да, лампочку надо убрать. Убрать, а то, что она просто съедает. Ой, тут вообще сейчас ничего не видно. У нас тут катакомбы. Подождите, Маша. Наклонить надо. А я сейчас попробую под... Ну, Маш, подожди, куда лезешь? Сюда я ее уберу. Лучше будет. Вот так лучше, да? Лучше, конечно. Вот. Ну вот. Это София. София. Это Алия. Это Алия. Игнатий Тихонович, ну что, ладно, не кривляйтесь. Сидите туда в комнату. Собери Настю. Я поговорю. Я сейчас с тобой поговорю, Игнатий Тихонович, и с тобой разберусь. Вот. Я хотела поговорить про совесть. Про что? Про совесть. Совесть. Совесть, да. У нас все записывается, выставляется на интернет. Вы не против? Ну, я согласна. Слава Христу. Слушаю. Что такое совесть интересует? Да, во-первых, что такое совесть? Отвечаю. И чем ее едят? Так, отвечаю, коротко. Объяснение очень много святых отцов. У меня своя наработка. Я отвечаю. Это участок души, через который слышится голос Божий. Не душа, а участок души. Душа бывает там уши, нос только так мы представляем, слышит. Если есть люди с сожженной совестью, она у них в пепел превратилась. И обвинение, что сказать человек бессовестный, это сказать, что человек совсем не верующий. Это примерно то же самое. Он не слышит голоса Божия. Вот такое определение. Это вот как бы есть свойство совести, а есть совесть у людей, которые, ну, как это называется, дополнение как бы, да? Это когда вот кристально чистая совесть, это и есть святость, тире, да? Ну, вот такое понимание святости. Это кристально чистая совесть. Нет, а святости, это другое совсем. Тут никак нельзя. Мы говорим о том, что человек, имеющий совесть, совестливый, он слышит голос Божий. Мирские люди не могут дать такого определения. Они не верят в Бога и не знают Слово Божие. Господь действует на совесть. На совесть, говорит, нажал, говорит, на самое больное место, совесть. И он не находит покоя. У него все в порядке, а совесть мучает. Он не может уснуть. Аппетита нет. Совесть. Это участок души бессмертной счастья. Человек дуалистичен. Через который проникает голос Божий. Нормально человек живет. Его, можно сказать, святой. У него все нормально, а он бесчувственный. Вот ко мне заходит женщина по интернету, и она плачет о детях своих. Это где-то, когда-то там было, я уж не говорю, в каком веке, чтобы никто не привязался. Моя совесть должна теперь ответить мне, она правильно говорит или неправильно. И моя совесть отвечает, она страдает из-за невоспитанных детей. Ей надо помочь. Другой, который видит эту передачу, запись, он начинает нападать на нее. Он не сочувствует, у него каменное сердце. У него запечатано это все. И я думаю, неужели он так не чувствует. Опять другой случай, точно так же плачет женщина. Я не знаю, почему это так. Тем более, женщина как-то трогает, когда плачет. Другой готов все отдать, лишь бы не плакала. И он снова обвиняет эту женщину. Она сама виновата, она вот такая есть. Она гордая, ее надо смирить. Понимаете, я ни о чем не говорю, я сижу, только у меня в душе все захолодело, как ледником покрывается. Мне страшно стало. А я ничего не могу сделать. Я только могу молиться. Сказать ничего нельзя. Я хочу сказать ему, А в это время, внутри меня, через мою совесть, как бы голос говорит, ему нельзя говорить. Он жестокий, он еще с тобой хуже поступит. А сам не исправится. И я только молюсь, и больше ничего. И прошу, чтобы мое сердце против него не ожесточилось. У него есть добрые дела, он такой человек, самостоятельный. Я не говорю, в каком городе, когда это было. Но это реально было со мной. Участок души. Можно? Значит, я так понимаю, это совесть, как бы глаз Божий, да? Участок души, через который слышится голос Божий. Не голос, а голос слышится. Голос Божий, он отдельно. Но моя совесть может не пропускать. Голос Божий звучит, а я не пропускаю его. То есть совесть моя запечатанная, сожженная. Там нету слухового отверстия. Это участок души, через который я слышу голос. Это Бог мне говорит. Вот я иду один, дорогой здесь вот. Иду, а потом вспомню что-нибудь в своей жизни. Там в армии было где-то. Я иду и вот так вот голову опущу. Я уже каялся. А тут воскресенье вчера я причащался. Я знаю, грех мой прощен. Никакой обиды там нету. Я сказал не так. Меня совесть мучает. Я вот так иду и головой, ой, лучше бы я не родился. Я ничего не сделал, не украл, не блудил. Сказал. И сказал это 60 лет назад. И меня совесть мучает сегодня. И сказал кому. Вот я сижу в 10 классе. Я уже совершенно взрослый человек. Сижу, считаю книгу. Снег уже стал такой проваливаться весной. А отец мой, тетя звали мы с мамой. Поехали там где-то о хвосте дали. Для куриц там. Ну отходы, не шиста пшеница. А отец однорукий. И на санках везут по огороду. Сейчас. Настик. Мне только бы соскочить и побежать к ним. А я как считал, интересно. Ну вижу, нормально везут. А потом вижу, они уже половина огорода прошли. Я тогда схватился и бежать. И вот эти пологороды, которые я не помог. Я ничего не могу сделать. Меня совесть мучает по сегодняшний день. Почему я не сорвался с места сразу? Почему не побежал? Вот такое разумение. Участок души. Участок души, через который слышится голос Божий. Это не душа. Это не голос Божий. А участок души. Душа у меня какая была, такая и есть. Но я глухой был. Глухой. Едем в поезде. А в это время, ну я еду, допустим, в отпуск. В отпуск в армию. Это большая награда. И со мной сидят старички. Они достают песнопение, говорят, что разговаривают по-немецки. Я заговорил с ними по-немецки. Они до того обрадовались. Меня не знают, как, говорится, обнять. И начали петь по их песеннику. А я был выпивший. Но это незаметно было, но выпивший. И уже прошло сколько лет? Почти 60. Я все время еще помню, а какая свинья. Как я мог с ними так разговаривать? Я еще Евангелие не знал. Но уже божественные слова стучались в мое сердце. Я просто рассказываю. Это через совесть. Да. Это каждому ребенку вот с рождения дается же совесть. Правильно? У всех вот маленькие, они что-то наделают, у них стыд такой с рождения маленьких. А потом со временем она как-то заглушается у кого как, да? Ну, она заглушается от того, что молитвы нет. Ребенка ночью хоть один раз разбуди на молитву. Ян Златоуз говорит, если не сегодня, то когда? И ты постоянно ему говори, что есть за это наказание от Бога. Здесь ты можешь скрыть от мамы, от отца, но там Бог откроет после смерти. И там гореть ты будешь в огне. Тебе это надо? Чтобы он знал ад. Златоуз говорит, а гиение, огня, разговаривай каждый день. Чтобы дети знали, что есть смерть. Ты умрешь внезапно. Держи ум в аде, да? Да. Это Великий Пимен говорит так. Именно так. Где-то ребенок должен постигнуть. Нам мама это вложила. И это предохранило меня от страшных грехов. Я мог быть, но денег нет никаких. И вдруг меня приглашают грузить на аэродроме какие-то ящики. И дают деньги. Я по сегодняшний день не знаю что, но я вижу по поведению, что они делают не то, что положено, а что-то тайное. Я это помню по сегодняшний день. Господи, как ты меня спас. Я оказался там случайно. И меня пригласили. Я очень сильный был, здоровый. И я помогал эти ящики перегружать. Но внутри меня как бы голос сказал, это нельзя делать. А они, ну как бы сказать, как ворованные они. Я не могу ничего сделать. Бог меня просил, я знаю. А совесть напоминает. Петр был прощеный. Но до смерти он не мог забыть. Я Господа отказался. Я отрекся от него. У него под глазами все время были, говорит, борозды от слез. Совесть. Павел уже давно не савил. А дальше пишет. Я не достоин называться апостолом. Я церковь гнал. И опять зальется слезами. Я церковь гнал. Да Бог-то просил тебя. Знаю, просил. Я сам себе не могу просить. Он же мне еще раньше показывал. Какие хорошие христиане. Почему я против был-то? Да что я делал-то? Родителей казнил. У них остались дети. Куда эти дети пошли? Он теперь уже все понимает. И Господь тогда утешает. Показывает кого-то из детей, которые нашли Бога. И он тогда Бога благодарит. Это написано, что... Я статью недавно рассказывал вчера. Мы видим фрагментарно. Какое-то событие. А что за этим, мы не знаем. Мы не знаем. Все кусается. Вот. Маленький рассказ его там потом прочитаете. У него был белый конь. Его даже короли хотели купить. А он не продавал. Крестьянин. Это, говорит, не конь. Это личность. Я с ним разговариваю. Ну, старик ты продай. И он его не продавал. А потом утром встал. Лошадей, лошади нету. И все говорят. Ты чокнутый. Придурок. Но прошло 15 дней. Конь явился. И 12 лошадей привел за собой. 12. А все говорят. Старик-то прав был. А он говорит. Не надо судить. Прав я, не прав был. Я только вижу, что привел. А дальше это получилось. Сын начал обучать. Упал и ноги сломал. И все говорят. О, лошадь, тебе не на добро. Он говорит. У сына были ноги. Теперь сломаны. Дальше ничего мы не можем сказать. Дальше только судим. А вот война. Всех забрали. Он коллега один. Только у одного старика. И остался из-за ног. И, Тихонович. Я сейчас секунду Настю отдам Кириллу. Давай. Настю. А то она в компьютер лезет. Вам прям вот к наушникам. Хочет вас потрогать. Ну, давай. Настя, помашь и скажи. До свидания. Вот она как. Мы с ней знакомы. Прибежала. Здорово, Эля. Давно не виделись. Вот так. Маши, митя, вы пришли. Это моя охрана. Они у меня в лагере стояли около меня рядом. Попеременно. У меня слева самая маленькая девочка. А справа самый маленький мальчик. Всегда. Они нуждаются в защите, чтобы я рядом мог сразу заступиться. Давайте, садитесь. Маш, ну иди. Не хочет уходить. Ну, надо уйти. Маме дать место. У нас разговор будет. Маши, с мамой. Иди туда, вы. Заваливайся. Молчи. Сейчас молчишь. Через совесть мы познаем стыд. Дальше производная какая идет. Другой обнажится, ничего он не понимает, не видит. Стоять на улице, целуются. Я еду мимо, я голову отпускаю. Стыдно. Вот живут люди сегодня в городе. И туалет через маленькую стенку здесь. Это стыд потерять надо. Никогда этого не было. Позже все. Скученность такая. Вот это в другом месте даже туалет. Мы... Смотри, Лена. Меня привезли маленький. Я болел желудком. В шесть лет. И отец ушел по своим делам. Там ему надо было первому секретарю. Там насчет пенсии. А меня ставили. А там туалет в огороде. Я вижу-то. И я за день ни разу не сходил. Я думаю, я пойду, они поймут, зачем я пошел. Ребенок. Я дождался, когда стемнялось. Когда отец пришел, он меня сводил. Мне казалось, я пойду в туалет. Я закроюсь. Они догадаются, что я делаю. Я сидел один, шестилетний. Мне было стыдно-стыдно. А люди говорят, а что стыдно-то? Естественно. Я не могу объяснить это. Мне стыдно было, у нас никогда этого не было, чтобы видели, куда ты пошел. А сегодня он нужен, он на людях оправится, и даже нужды нет. Бессовестный, говорит. Ладно, с совестью понятно. Но вот когда совесть обличает тебя, да, сама совесть, вот ты вот почувствовал все, что ты вот неправильно поступал, неправильно сказал, что ты там человеку нанес какую-то душевную потерю, ты, да, своим, может, словом или каким-то делом. Вот потом покаялся, ты все это осознал, ты оплакал, да, свой грех. Ну, вот все равно иногда, ну, до смерти, вот как вы говорили, она все равно нет-нет всплывает при каких-то определенных тепличных там, ну, обстоятельствах, да, вот этот вот. Ну, вот это же уже то, что ты все оплакал, ты больше не совершаешь ничего. И как бы, просто как напоминание, что так больше не делай, не поступай, вот эта совесть напоминает. Но грех-то уже этот раскаянный, уже он не будет на страшном суде, да, тебе вменен? Не будет, но совесть напоминает, чтобы мы не попали вторично туда. Чтобы мы других не судили. Вот Петр, что он плакал-то? Я недостоин, Павел говорит так же, недостоин называть себя. Ну, ты уже апостол, недостоин, я гнал церковь. Ну, ты прощенный, он знает, что прощенный. И это абсолютно всегда, когда совесть через Бога слышит голос Божий. Господь напоминает, смотри, впредь не греши, иди и впредь не греши. Он это сказал, чтобы ты помнил, впредь, чтобы не грешить, ты должен помнить, ты лежал парализованный. Вот Пимин, многоболящий, в Киево-Печерской лавре, он лежал, ну, это, он канонизированный. Он лежит парализованный, вот, как Сергей. Ну, лежит там, монахи-то, ну, где-то там заработались или что-то. Совсем уже плохо ухаживает, под ним там уже гниет. И положили такого же брата, еще одного. А они друг друга достать не могут, ничего нету. Ну, и один, тот говорит, вот, а если бы Бог дал тебе здоровье, ну, ты бы стал за мной ухаживать? Он говорит, я от тебя не отошел, я бы руками, головами выгребал из-под себя. А Пимин говорит, давай помолимся. Пимин помолился, и он встал на ноги. И первые дни он не отходил его там, и гладит. А дальше забылся, и свои дела уже пошел делать. А он лежит опять один-то. И сразу заболел, и опять слег. Он забыл, что он лежал парализованный-то. И слег, он говорит, ну, и как там, что же я сделал-то? Я был бы здоровый, как бы ухаживал. Вот Бог для этого нам и дает напоминание. Помни, тяжкая твоя, написано, помни смерть твою, последний день, и вовек не согрешишь. Надо все время помнить, я могу умереть сейчас, вот сейчас. Наклонился, и меня нету. Многие легли спать, и они встали. Совесть и стыд, они идут в обнимку. Теперь следующий вопрос. Жизнь по Евангелии. Жизнь по Евангелии. Вот я прочитала Евангелие, да? Но там, я не нашла того, что там вот в церкви-то происходит совершенно. Пока жизнь в церкви, в Евангелии этого не написано. Там, допустим, не написано, надо ставить свечки. Не написано, что там вот эти рясы надо одеть, какие-то шапки на голову с крестиками. Этого ничего нету. Это Ветхий Завет был. Вот я Ветхий Завет читала, да? И там вот эти вот, ну, у них там были вот такие обряды. А по Евангелии-то она сама жизнью должна как бы читаться, вот это Евангелие, да? И вот, ну, это как, получается же, Новый Завет уже, правильно, Богом данный, Евангелие? Ну, хотя и Новый Завет, но форма всегда была, чтобы в Мирском был и ничего другого не было-то. Ведь это не так было. Вот сейчас, допустим, ну, мы знаем, ну, к примеру сказать, маршал Жуков, его считает маршал Победы. На всех фронтах был. А зачем ему эта форма? Зачем погоны? Зачем? А без этого? А без этого никак. А зачем это у него звезда героя, да еще трижды герой? Зачем? Ответ тот же самый и будет. По-другому никак. Никак его отличает жизнь. И чтобы видели люди, с кем разговаривают. Это священник. Ну, вот смотрите, Христос пришел, сказал, возлюби ближнего своего, как самого себя. Первая заповедь, да? Да. Бог есть любовь. Ладно. Вторая заповедь, это вторая заповедь. Первая, Бога. Ну, основное, как бы, да, вот для нас сейчас, что мы должны исполнять. И второе, чтобы мы по двое шли, проповедовали, как бы, Евангелие еще, да? Ну, вот, но там Христос же не говорил, оденьте шапки, кресты, ходите, ходите, там, вот этого же не было. Как бы. Много, много чего там не было-то. Вот эта торговля, ее тоже, ее не было там. А торговля, сказано, он выгнал. А торговля сказано. А об этом не сказано. А раз не сказано, все осталось. И Господь пришел не отменить закон, говорит, не нарушить, а исполнить. Мы должны это помнить. А зачем? А можно ли в церковь ходить? Ходить можно. Но к святыням не прикасаться ни к чему. Ни к Евангелию, нигде. И ко Кресту не прислоняться. Вот, побыла, помолилась и пошла. Нельзя. Вот, я приехал в важный город, большой город, миллионный. И там, знаете, знаменитый такой священник. И в это время с севера приехала женщина, все подготовилась, все как надо, узнала, он ее исповедовал. И завтра крестится. А у нее вечером, вот это вот, неурочное как бы. Ну, что делать? Я говорю, канон такой-то. Он говорит, до тех пор, пока не очистится, крестить нельзя. А ей надо домой. Ну, пускай едет или остается. Приедет в другое время, выберет это, подгадает. Это же не каждый день. Почему называется месячное? И все, вопрос решился. А я хочу так. Ну, тогда это вне церкви. У церкви свой имидж, свои порядки. И они с первого века. А так, там не написано, ничего не написано про компьютер, про интернет не написано. Ну, а мы находим, есть такое, что слово, а теперь слово передается дальше, это громкий голос. Мы все равно увидим, это есть. Вот люди считают Соломонову притчу и говорят, люди говорят, вот это новое. А он отвечает, но это уже было под солнцем. Тогда говорят, ну хорошо, было под солнцем во времена Соломона. Это выходит от наших дней, туда 3000 лет назад. Фотоаппарат был там? Не было, а как же было? Глаз человеческий все фотографирует. И намного лучше. И в памяти там на пленке записывает все. Уже было. Ну ладно, скажите, вот сейчас радарная установка крутится, и все это, видать, где-то под водой. Было, было, а как? Летучая мышь. Она испускает электроволны, которые изучили. Они отражаются, и она в темноте летает, дитки растянуты, и она нигде не зацепится. Было. Ну хорошо, а подводные лодки разве были? Были. Были, уже дельфины плавали, и кит плавал. И оттуда взята эта форма. Человек это воплотил в жизнь. Ну хорошо, а самолетов-то не было. Птицы уже летали. Это уже было под солнцем. Надо смотреть глубже. Это было. Но это как человек, он же образ Божий, а Бог, он творец, и вот это творчество развивалось человеческое, как бы. Вот теперь настоятельная одежда священнической. Всегда было. Уж Александра менее нельзя было обвинить в чем-то. Он говорит, вот это, ну, священник, у него и Петрахиль, впереди которая висит, и он, когда каешься, он наголо накрывает и что-то. Раньше оно было в виде полотенца. А постепенно увидели, что без этого нельзя, необходимо, и теперь уже там, ну, что там нарисовали, или как теперь, ткут специально где-то. И вот сразу видно как. Вот мой брат рассказывает, у меня в армии было. Вот пошли мы вот, ну, в увольнительную, в город. Начальник говорит, если вы купите мороженое, идете дорогой, чтобы не ели. Зайдите где-то, сядьте отдельно в столовье, поешьте. Почему ты в форме? Форма тебя. Солдат советской армии, это в советское время еще было. Это нехорошо выглядит. И вот, я знаю, батюшка Балагуре там какой-то там где-то было. Как только она делала себя это, все, разговоры окончились. И человек военный только, и монашеский. Вся одежда его централизует, делает целенаправленным, строгим. Дисциплинирует, да? Дисциплинирует, именно так. Ну да. Но когда оденешь платок и юбку длинную ходишь, ты уже не можешь себе лишнее позволить тоже. Да, о чем так? То есть верующие, если беседуешь на улице, ходить семечки щелкать, это не потребно. Из уст твоих шелуха летит и евангельские слова. Дома ты щелкай, делай, это не грех. Но надо понимать где. Мы даже вот идем куда-то и форму, ну, почище там, пойти, что надеть, там, платок, шапочку там купит. Но это форма конкретная. Потише сделайте. Я разговариваю со старшими. У нас много разницы с другими религиями. Но у мусульман точно так же. Отдельно щелма, надписи. У буддистов мировые религии точно так же. У евреев точно так же. То есть тот, который простец и который над ним разница. И в учреждениях везде. Что-то где-то как-то показано. А это с первого века. Мы открываем, допустим, Семена Солунского книгу. Новая скрижаль. Она говорит, вот профессор Скабалинович, это профессор Киевской академии дореволюционной, он описывает все это, когда такой-то прибор появился. Почему священник на рукавники навязывает вот это. Когда они, когда молитва, в каком веке. А не надо, ничего и не надо. Вот как у сектантов. А галстуки кто им разрешил носить? Масонские галстуки навязали, а крест не надо. Бороду позбревали все. А где они нашли такое? За Библию берутся, а в Библии написано, бриты, полбороды Давид обрил, даже в Иерусалим земной не пустил. Они не знают Писание. С благоговением. А откуда мы видели, чтобы ребенок подходил, матери кланялся отцу? Нигде нет. Это везде принято. Идем, мы поприветствовали. Поклонились. Видите как. Так что тут надо глубже смотреть. Не так трафаретно. А я сказал, вот там нигде нет. Там не написано про электричество, про радио в Библии нет. А когда вот стали рассуждать, мы видим, было. Прежде чем электричество у нас появилось, уже молния сверкала. И когда с Рихманом Ломоносов исследовал молнию, они запустили змея, но на ниточке там. И там гвоздь был, и шелковая нитка. Она его ударила и прямо в лоб. Прошла через тело, и башмак разорвала, и в пол ударила, и ушла молния. Это электрический разряд. Он сразу спекся, сразу умер. А Ломоносов остался товарищ его. Значит, электричество было. Так и это. Все это было. Было. Беспормы священства никогда не было. У епископа там другая одежда. Его сразу видно, епископ по одежде. Так, ну понятно, ладно, с этим разобрались. Одежда, это как бы, в Евангелии этого нету, но это должно быть по Ветхому Завету, да? Ветхий Завет нам это показывает. Но мы видим, что и в природе, то есть люди, которые неверующие, они все это соблюдают. Что-то не соблюдают, а это соблюдают. Скажи, вот идет милиционер, у него кожаный ремень. Зачем? Без пояса нету. Моряки все, у него-то якорь на бляхе. Немцы шли на каждой бляхе, бляха эта, которая цепляет впереди. Вот Метун, с нами Бог. Советские солдаты все до одного были со звездой, с ремнем. Почему? Пояс. Они еще не могут объяснить. Раньше нужно было милиционеру, на нем там пистолет вешается, у матросов кортик, кинжал. А остальные-то ничего не имели. Поясы, пояс. А зачем он? А попробуй не так. Да еще как носить надо, как затянуть. И спорить не надо. Иначе на упаковке сгниешь. И еще вот про осуждение хотела спросить. Самое главное, это вот еще не осуждать, да, никого, никак, вот, и ни в чем. Что бы там ни совершали. Вот я же, допустим, когда рассуждают, да, там про московскую патриархию, про Гундяева, вот я смотрю ролики, какой там у них резиденция, какие машины ездят, и как они, ну, живут. Знаете, ну, произвольно в голове какое-то, как бы, осуждение появляется. А потом, в книгах я читала, я не имею права священства осуждать. Вообще, это страшный грех. Или вот, как бы, ну, а вот есть обличение и осуждение, да, как бы. Тут... Во всем обличать-то его. У него средства позволяют, он купил. Вот я никогда на это не смотрю. Понимаешь, вот некоторые нападают, да какой он патриарх, он с собакой гуляет, и там около километра пробегает, а я, наоборот, увидел, он человечный, он мне ближе стал, я тоже собак держал, и тоже так же бегаю, пытаюсь бежать сейчас. А он еще в бассейне купается, да на лыжах. Так он еще должен сидеть, как кукла или что. За это прямо осуждает патриарха. Ну, они... зря это все делают. А надо за собой смотреть. У него машина там его охраняет, это я понимаю, чтобы не было какого казуса. За мной кто будет охотиться? Кому я нужен-то? Я вышел, в тематей иду, и никого нету. Меня, наоборот, увидеть, где-то на другую сторону могут люди перейти, скажут, бомж идет какой-то. Не я их боюсь, преступников, а они меня боятся. Все сказать на уме у него, он еще тяпнет какой-нибудь болванкой по башке-то. Ну, вот, нельзя, да, вот, потому что люди начинают, я тоже посмотрела, там, комментарии в роликах про гундяю, там, вот, всякой грязью поливают, но нельзя осуждать-то. Его нужно вначале свое бревно-то вытащить из глаза у себя, а потом уж эти соринки у других смотреть, да? Осуждать не надо, осуждение означает приговор. Его, говорят, осудили, осудили, в тюрьму отправили. То есть все, патриарху за то, что такая хорошая машина у него, его в рай не примут. То есть я его осудил, приговор вынес. Вот этого нельзя делать. На место судьи, на место Бога встал, да? Конечно, конечно. Я тоже о патриархе говорил, и немало у меня, я разбираю его речи. Вот, задают ему вопрос, он отвечает. Я это перенес к себе и показываю, где он поступил неправильно. Я не осуждаю, но я должен показать, что он ведет не туда человека. Не туда. И ответь, а дальше отвечаю, почему он так сказал? И говорю, он боялся вот то-то, то-то. И они не могут опровергнуть ничего. Внутренний голос подсказывает, что я ответил правильно. Я говорю, как надо было ответить? Как? А он отвечает чисто по-мирски. Иногда, говорит, минут 20, и слово Христос ни разу не помянет, а слово Библия за год ни разу не помянет. Я поэтому указал, надо все время повторять Иисус Христос. Спаси Христос. Вот просто, чтобы имя Божие поминать. Тут одна пришла иеговистка, сейчас мне пишут, 18 лет была свидетель Иегова, а теперь пришла, которая со мной переписывается, и он говорит, да, а мы имя Божие знаем и Иегова. Да она обрадовалась так, она уже приняла крещение в православии, а их там учат, и она нигде не найдет, где учат-то. Ну и узнала, что там занятие-то ведет Юрий-то, и она к нему и пришла. Ну и сразу нашли общий язык с ними, говорит, так легко разговаривать. Я только место называю, она знает, она открывает, а православный не знает ничего. Почему он знает, матронушка там, мощи поцеловать, свечку поставить. Мы о свечках можем сказать, что они нечистые, они должны быть чисто восковые. Вот у нас, у нас никто не ставит деньги, на пасеки купили воску, бабушки наши сольют, принесли батюшки, и он ставит сколько надо, у нас не покупают. А на это собрали деньги, купили, не продают. Нет этого. У нас торговли вообще никакой нет. А говорят, нельзя, можно. Мы доказали, это можно. Ведь полная тишина. Вот представь, ты видела, как у нас, за 7 минут все должны войти. Полная тишина. Не кланяться ничего. Мы молимся, благодарим за всю неделю, за батюшку, чтобы служение было огненное, до неба дойти. Открыли царские врата, мы заходим. Где есть такое? Нигде нет во всем мире. А почему это взяли? Так должно быть, так написано. У нас тут между иконами надписи в церкви, надписи из Библии. Ну, посмотрите, в Покровском соборе там, ну, где-нибудь там, Дмитриевская церковь нигде нету. Нигде нету. А почему? Бог дал указание, чтобы на косяках везде Слово Божие было написано. И у нас архиереи служат. Вот приезжает Сергий, митрополит, он никогда ничего не скажет. Он подошел только в одном месте. Господь говорит, ты отступил меня, и я поражу тебя. Я устал миловать. Иеремея 16.5. А Иеремея 16.5 написали, но его, говорит, там съело солнышко. А митрополита, тогда он был епископ, Сергий приехал, ой, какой стих-то у вас. А где это написано? Ну, я в Библию-то заглянул, и так как подтянулся, и так криво-то и написал Иеремея. Он заинтересовался сразу. А он ему сказал, вот, еще вот тут надписи. Наоборот, это проповедь. У нас везде надписи. Вот у меня здесь висит надпись «Разговаривать» не более двух-трех минут по телефону, вот по этому вот, по такому здесь. Почему? Деньги платить. Вот. А кто-то посмотрел, а внизу я написал «Время, деньги», а каждая минута стоит столько-то, там, рублей. И один сделал замечание. Я сказал, «Время, деньги». Вы для себя деньги копите? Я говорю, те, которые разговаривают, оплачу я, я хозяин один. А где платить-то? И поэтому я приучил говорить быстро. Или не... Я вот не звоню. Мне позвонят, когда так. Мы даже утром, звонит Татьяна Капустина, старшая сестра, я сразу, «Слава Иисусу Христу!» Она вовеки славой трубку положила, она узнала, что у меня хорошо, а в пять секунд она не включается еще. Это я не ворую, ничего, государство не теряет. Но на мою бедность это как раз. Каждое утро звонит. Но ни копейки мы не платим за это, за разговоры платим. Надо... Вот звонит сегодня один, прямо уже с Москвы уже детей везти сюда. Я говорю, вы что, среди зимы-то? Больше двух минут не разговаривать. Выходи на скайп. Это вредно. По телефону больше двух минут и больше, чем пять раз в день, в сутки нельзя говорить. У тебя болеть будет, мозги у тебя будут раком засыпаны. Ну да, там какие-то излучения. Ну да. Между двух телефонов яйцо положили, оно спеклось, сварилось. Ну ладно. С этим... Жизнь по Евангелии, значит... Жизнь по Евангелии. Вот в чем заключается, вот коротко скажите, как заключение, жизнь по Евангелии. Понимаете, если бы Евангелия не было, то бы такой вопрос не задали, а жили по совести. Но Евангелие нам показывает на Христа. Сие же написано, Евангелист Иоанн в конце пишет, там 31 стих, 21 глава. Сие же написано, да бы вы поверили, что явился Сын Божий, и веруя во имя, имели жизнь во имя Его. Весь смысл всей жизни, чтобы мы поверили во Христа и жили по Его словам, по Евангелию. Заповеди. Блажены нищие духом, блажены плащащие. Я рассказывал. Слащащие, а что буду плакать? Я здоровый, крепкий, на корабле работаю, учусь в мучилище, спортсмен. У меня все есть деньги. Что буду плакать-то? Но когда я это просчитал, я сразу же стал просить, Господи, а у меня глаза сухие. И Бог меня сразу же выжил из меня. Собрались однажды, там где-то встречались, кого-то приезжали, достали Библию. А Библию достать невозможно было. У меня Новый Завет был уже. И гляжу, они что-то братья там шепчутся. Ну, вечер верующие собрались только. Там были неправославные. И один встал и говорит, я уезжал в первый отпуск, как уверовал. И он говорит, мы решили вам, молодой брат, подарить Библию. На меня так слезы напали. Я Библию взял, обнял, вышел там в коридорщик, одежа висит где. Я в одежу уткнулся, а мне 23 года. Я весь вечер не мог зайти. Я плакал и плакал, стоял. За что же мне такая милость? Люди годами не могут найти. Я недавно обратился, и мне Библия. Не могу оторваться. И Бог в этот день дал мне слезы. Дал такие слезы, что я могу часами плакать, как пишут про меня в газете. В церковной ограде. Что священники не проповедуют. Я говорю и стою и плачу. Он говорит, не могу. Вы понимаете, я сам готов плакать. А что же вы не учите? Это народ погибает. Они умирают, не зная Христа, идут навеки во тьму. Как вы отвечать будете? Я не просто говорю. Как игумен был, говорит, он харизматическая личность, и слово его трогает, и он плачет, я за собой всех потащил на слезы. Понимаешь как? Я просил, я не просто плачу, я выпросил у Бога этот дивный дар. Это как Дух Святой, да, спускается как бы. Когда вот эта жизнь по Евангелии, это стяжание Духа Святого, вот это происходит какой-то такой, ты сам не понимаешь, да, даже знаний нет, но охота говорить, проповедовать, что-то делать доброе, да. Помочь. Ты будешь чувствовать это. Боль другого будет твоей болью. Почему Павел сказал, с радующимися радуйтесь, с плачущими плачьте. Так вот, плакать-то легче, труднее радоваться, когда хорошо, и с человеком радоваться. Вот она выздоровела, а я сижу и радуюсь, еще говорю, она выздоровела. Так, ну, твое-то какое отношение? Я не могу объяснить, мне радостно. Понимаете? Я уже предвкушаю, она будет совершеннолетняя, и ей вдруг откроется вот эта книга, книги-то какие, и она поймет, меня уже не будет тогда, и она, может быть, за меня поклончик положит. Я о ком говорю? Насте. Конечно. Насте. Вы знаете, Настя такая интересная, я вам сейчас расскажу. Я не молилась три дня, и на меня напал сон. Какой-то сон. Я как за 13 лет прям спать хочу. И Настя меня, как давай плакать, орать. И я думаю, что делать? Отче наш быстрее читать. Читай, отче наш, она хохочет. Перестала читать. Она меня заставила сто раз за день читать отче нашу и всю семью. Мы встали и стоим, отче наш читаем, она хохочет. Только перестанем, она начинает плакать. Представьте, вот три дня она нас так мучила, чтобы мы где-то раз стоили, 150 отче наш прочитали всей семьей по очереди ей. И вот как читаем, она прям руками вот так радуется. Только перестанем, она сразу плакает. Представьте. То есть когда? А я до этого какой-то сон впал и мне всё какие-то, то Гундяев снится, знаете, то Христа любит, то парализованный. Все мне снятся во сне вот так вот. И все говорят, ты вот исправь своё сердце, исправь сердце там, стань какой-то вот кроткой с такой смиренной. Вот во сне мне это всё как наяву, знаете, было. Что? Вот такой вот на меня какой-то туман напал три дня, так тяжело мне было. И потом я говорю, давай, это отче наш без конца, вот это Настя меня. Я так, я хохотала, потом такая радость за неё стала. Думаю, Настенька, ну спасибо. Правильно. Я просто перестала молиться. И вот эти всё началось, нападки. Без молитвы никак. Он вчера ко мне зашёл, этот Кузнецов-то. Кого христалютом. Дмитрий. Да. И у нас хороший ролик получился. Хорошие вопросы. Он правильно разумеет. Там храмы строить, то другое. И спрашивает, как? Я говорю, так ты уже ответил. Он вопрос задаёт, а сам за него уже ответил. Я говорю, совершенно правильный ответ. Не надо строить. Надо строить вот эти храмы духовные. Эти храмы, они пустые стоят. Там никого нет. Ну да. Сейчас 200 храмов новых построить в Москве. У людей там детские площадки занимают. Там такая война идёт. Люди. Рядом храм будет, а уже все настроены против. Ещё храм не построили, а уже враждебные все. Да рядом храм, тут два квартала. Пройди-то, зайди. Они полупустые. Да, подскажите. Я вот, допустим, с какого? Так, сейчас я скажу. 2000. Ой, что получается у меня? 2014 года, да? Власти пришла. Я хожу в Димитро Ростовский храм, да? Это сколько? Два года, три года уже скоро будет. Но я ничего не знаю. Я про Евангелие-то вот я узнаю только сама, самостоятельно. Ну и дети так же. То, что я им даю, то, что я им объясняю, то они понимают. Ну закон Божий, они проходят, они приходят, они ничего не понимают. А зачем ходите? Ну друзья у них там. Там наши благодетели там у нас есть. Вот зачем? Ну покушали, они там постели. Надо ценить это. Цените это. Один раз приняли. Два раза. Мы это благодарим. Да. Все время держитесь за каждого человека. А не так, что что-то не по мне, ну и в конце концов человек только глянется и все в стороне стоят. Даже один раз это встретилось. И то, располагайся. Ни под каким видом из меня врага они не сделают. Игнатий Тихонович, а знаете, вот раньше же они как нападали. Да это секта, Лена. Ты что творишь? Ты куда свой нос засунула? Там квартиру бабушек отбирали. Потом, ну что попало там, собирали. А теперь это я говорю, да вот Игнатий Тихонович, здесь я с ним общаюсь, все равно отношения поддерживаю. Ну, чтобы там кто не говорил. И они уже такие, да, общайся, общайся уже. На меня рукой махнули. И вот они пришли, Маша и Соня день рождения было. Общаешься с Лапкиным? Я говорю, да, общаюсь, хорошо общаемся. Я говорю, он помог. Ну, Лапкин тебе помог, какой молодец. Они уже сразу, они отношения изменили. Татьяна Николаевна, знаете, библиотекарь, она вас тоже знает. Вот, она классная дама, там главная в семинарии. Она тоже, ну ты общайся, общайся, хороший я смотрю, это мужчина Лапкин-то, оказывается. Ну, в общем, они о вас мнение резко поменяли. Как вот было, допустим, ну, раньше и сейчас. Ну, видите, дело такое. Они видят поступки, что на детях все нормально, что только хорошая, одна польза. Никакого вреда-то нету. Что им там тоже, видать, наговаривали. Ну, наговаривали. Допустим, она сказала, там, квартиру у бабушек. Если, скажи, вы одну квартиру найдете, по всей вселенной, за всю жизнь, тогда слова ваши оправдались. Не квартира, а квартира одна. Но если нигде ничего нету, тогда это неправда. А лжец, царствие Божие, не войдет. Вы об этом тоже вам думать-то надо. А я тоже сказала, я говорю, вы покажите эту бабушку, я хочу к ней сходить и поговорить, что произошло. И все, сразу рот закрыли. Ничего сказать не могут. Ну, я бы первым узнал. Ну, это называется осуждение, это называется сплетни собирать. Не надо, я говорю, мне это, даже не говорите это. Вы мне доказательства принесите и покажите, тогда я буду человеку. Ну, как? Я зачем ваше мнение буду? Я не, ваше мнение мне не надо. Ну, и все, Лен, да общайся, общайся, хороший старичок. Ну, вы понимаете, что старичок, я не старичок. Ну, они так вас уже общаются. Нет, нет, с этим я не согласен. Не согласен? Как мне по телефону, да сколько же вам лет, то я скажу, да вы что там, голос такой там. Я его все время насчитывал, говорю. Никак. Старый человек, который не нужен. А я вас требовал с утра до вечера. Ну, да. Ну, ладно, спасти Христос вас. Слава Иисусу Христу. Слава. Ну, я читаю Евангелие и готовлюсь к крещению все равно. Пройду я, не пройду крещение, но я все равно готовлюсь. У них тут наши обнаружились священник есть в Покровском соборе, который крестит моченых. Крестит. Да. Да. Наша тут батюшки не было, а она сильно заболела, Галина. И пошли, договорились, знает этого священника. И он покрестил. И, кажется, уже двоих так покрестил. Вот. Так что, тут еще надо подумать, посмотреть, расспросить. Я думаю, Надежда Васильевна знает. Она называет, я боюсь назвать, чтобы не ошибиться. Когда мне звонят из Корелии отовсюду приехать, я говорю, зачем ехать, вы поищите там. Искали, искали, нашли. Один, деньги дай, отойдет такого, без денег. Скажи, я потом буду платить десятину и получишь на пропитание. Но сейчас я не могу. Если на закрещение это симония, все недействительное будет. Этого нельзя делать. Они даже вообще не понимают. Бизнес церковный устроили. Нельзя. А ты это услышал? Ну, скажи, не надо никого судить и сказать, торговля Богом запрещена. Он выгнал продающих и покупающих. И это, если один раз сделал, это на все века. Почему? Жена Лотова один раз повернулась в соляной столб. А Господь Христос говорит, вспоминайте жену Лотову. А прошло уже 2000 лет до нее. Вспоминайте. Ну что, больше нет вопросов? У нас, смотрите, Настю в реанимации они как крестили, они же не погружали. Отец Сергий крестил. Вот он сейчас в Покровском соборе, кстати. и я его спрашиваю, это же не полное крещение. Он говорит, пойдет так, не надо потом ничего перекрещивать. Я же его спрашивала про Настю. Но он ее просто помазал. Он говорит, ей так пойти. А как крестил он ее? Как крестил? Он, ну просто вот он прочитал там вот то, что крещению нужно в реанимации и помазал ее крестиками ножки, ручки, лобик. Так что, воды совсем не было? Ну почему была в чаше водичка? Он так чуть-чуть брызнул. Ну, брызнул, значит, по-другому нельзя было. Церковь допускает в этом случае как клиника. Клиника, то есть раздавленный лежит, как Сергей. Но у нас такой ребенок был в барокамере, батюшка ходил, его там точно так же сделал. А когда он уже выздоровел, и тогда его полное погружение, покрестили, все. Все равно покрестили. У нас нету ни погруженных, никого, все погруженные. Все равно покрестили, да? Покрестили все равно. Это ему в жизни не годится. Потому что я спросила, еще говорю, это же не... Я уже прочитала ваши листы, листовки давали, когда в лагерь, там не ожидали про... Я первый раз узнала, когда детей в лагерь отдавала, что нужно троекратное погружение, вот это без всякой торговли, чтобы это было, не за деньги. И я уже прочитала, ему это все рассказала. И он, когда крестил, он с меня деньги не брал уже Настю. Ну, та, которая женщина его привозила, она ему сунула там в карман деньги, конечно. Ну, это другое дело. За крещение нигде, за таинство. Вот пришел причащать, ни копейки. Это нельзя. Называется симония. Симон Волх предложил Петру купить дар. Он говорит, в погибель тебе это пойдет. И с тех пор этот грех называется симония. И если рукоположили за деньги, то священника извергает и епископ обои в яму. Так это вообще страшно. У нас-то все за деньги. И крещение, и пенчание. Никак. Это смертельный грех. Церковь извергает и епископа, который рукоположил за деньги. Он деньги дал, что рукоположи меня священникам. А узнали за деньги, священство недействительное, и епископа сразу снимают сам. Был генерал, стал рядовым. Ну понятно. Ну все, с Богом. Ну простите нас, если что-то не так сказали. Да нет, что там сказали. Что-то лишнее. Всего хорошего. С Богом. С Богом. Спасибо, Христос. Мы помним вас, каждый день молимся. Ну слава Богу.